и всем привет друзья вы на канале sky top games с вами иван и друзья сегодня у нас серия universe sandbox 2 давненько не было видосиков по этой игре у меня был опрос в сообществе в ю тубе хотите ли вы продолжение различных каких-нибудь экспериментов по этой игре и множество моих подписчиков друзей проголосовала за вариант конечно же да давай конечно и сегодня друзья у меня такой необычный эксперимент сейчас давайте эксперимент будет касаться именно нашей планеты земля сейчас мы немножко остановим на ней время в чем будет заключаться наш эксперимент и я хочу сегодня сталкивать какие-нибудь огромные объекты рядом землей и посмотрим упадут ли осколки возможно даже планеты сами на землю либо осколки от этих планет астероидов не знаю что мы сегодня короче с вами в серии будем сталкивать короче поехали так давайте немножко замедлим время как обычно давайте 30 секунд в секунду это будет достаточно нормально так теперь самое главное не прогадать не прогадать с размещением объектов и что мы будем первые сегодня сталкивать давайте наверно начнем самого самого такого маленького небольшие объекты случайный астероид наверное да наверно можно начать начать с астероидов так сейчас подожди так а пофис а пофис нет но астероидом как-то маловат я думаю наверное даже урона никакого наверное не будет тогда тогда давайте сразу к чему-нибудь такому побольше перейдем я не знаю как так спутники вот давай смотри так давай посмотрим дэймос нет дэймос и фобос наверное маловаты для нашей земли поэтому мы выберем луну да луна будет хорошо смотреться так мы нажимаем запуск так боже нам самое главное чтобы не было столкновения с землей мы хотим сталкивать рядом с землей над на ее орбите короче говоря так давай примерно вот так луна у нас раз луна и у нас у нас примерно я не знаю как нибудь как нибудь как нибудь вот где-нибудь расположить ее вот с какой стороны только давай где-нибудь наверное вот так я думаю что ли не знаю что у нас выйдет из этого так смотри да отлично они расположились рядом с орбитой нашей земли так немножко замедлим время короче говоря давайте сделаем секунду в секунду на 4 секунды в секунду я думаю этого будет достаточно я не знаю притянет ли а луну на землю либо у нас сейчас будет столкновение двух лун смотри как эпично смотрится у нас сейчас где-то наверное а лунное затмение так сказать происходит на поверхности земли ну и сейчас что-то что-то должно быть на грани фантастики катастрофа наверное мирового масштаба возможно я не знаю но если бы мы наблюдали вот это столкновение земли ту это было бы просто колоссальным просто так стоп немножко замедлим да по моему фрагменты луны у нас уже до 2 луны врезались и фрагменты по моему уже вылетают за пределы за пределы их орбит так подожди мне вот интересно самое элементы луны упадут ли на землю и что это будет по моему у нас даже никакого слияния нету так а интересно влияет ли это как-нибудь на землю климат у нас 14 9 нет по моему ничего особенного но фрагменты кстати по моему смотри как много фрагментов вылетела с 2 с одной луны и мне кажется сейчас они будут входить атмосферу земли и это будет какая-то катастрофа я не знаю возможно сейчас одну из лун отбросит у нас просто на саму землю коснется интелли интересно мне атмосферы земли войдет ли луна в атмосферу по моему она практически рядом ты посмотри сколько множество элементов просто до выкинула от столкновения двух лун но мне кажется на самом деле этого это выглядело бы намного масштабнее намного катастрофичнее мне как как-то я здесь смотрю да хотя многие элементы смотри они упали на землю до прямо в атлантический океан да так ну-ка стойка давайте немножко может быть ускорим время можно наверное даже еще и побыстрее так но одну луну у нас кстати вышвырнула вообще намного дальше от орбита земли а вторая луна мне кажется ну-ка стой так она разогрелась она разогрелась до подожди температура температура сколько у нас ну по-моему была колоссальная где-то около 1000 градусов но сейчас она снижается ну особо катастрофу я никакой не увидел хотя суши образовались какие-то фрагменты рядом с луной слушай возможно в будущем это будут летать какие-то фрагменты смотри они возможно возможно в будущем образуют кольцо вокруг луны прикинь это классно это конечно же здорово так ладно давайте откроем еще раз у нас готовую солнечную систему и наверное может быть столкнем что-нибудь более крупно рядом с орбитой земли так я не знаю что можно столкнуть возможно можно столкнуть знаете что можно марс и меркурий давайте попробуем так запуск марс марс у нас конечно же намного больше земли о ее ей нет 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 стой по моему моего прям в землю вогнали стой так удалим этот объект марс мне нибудь примерно вот на таком расстоянии я думаю да да вот так вот будет хорошо в принципе где-то приблизительно я не знаю ну там может 10 тысяч километров так и меркурий и меркурий и будем сталкивать эти два объекта рядом с землей у ее есть той стой стой не так быстро не так быстро давайте 7 секунд в секунду так посмотрим сейчас должно произойти касание да интересно возможно марс наверно поглотит меркурий так подожди я хочу посмотреть на его плотность так радиус радиус по моему не нет хотя радиус изменился на один километр да он буквально то есть поверхность марса а ну посмотри а меркурий у нас прошел вскользь по марсу поэтому да немножко конечно его поверхность вылетела в открытый космос но и сейчас у нас огромные огромные остатки поверхности марса падают или меркурия я не знаю скорее всего меркурия наверно нет марса падают на землю и у нас кстати смотри растет температура и ох там на земле блин на земле ты посмотри что происходит вот это катастрофа мирового масштаба это на самом деле тогда то есть если представить так если такие огромные объекты как марс и меркурий будут проходить рядом с поверхностью нашей земли то конечно и если они у них они будут рассчитаны на то что будет столкновение этих двух объектов то наши земли конечно же не поздоровится и там ну просто я не знаю все я думаю это это фиаско братан называется да посмотри какой огромный кратер всего лишь маленький кусочек марса блин его поверхность ты посмотри что она сделала опасно и да и посмотри а стойка ну-ка климат температура поверхности 5 градусов то есть было минус 60 насколько мы знаем что на марсе минус 60 градусов поверхность разогрелась но это понятно удар так подожди а ну все по моему да на земле конечно уже хаос я так думаю хотя мне здесь сейчас показывает что температура 15 градусов это как так а если я выключу климат нет особо не повлияет но огромные куски кстати смотри они до сих пор рядом с орбитой земли так давай ускорим немножко процесс посмотрим наверное сейчас это все выкинет просто в открытый космос до сила тяжести сила притяжения земли особо то как то она не воздействует на фрагменты поверхности марса либо меркурия непонятно так давайте еще один эксперимент и что-нибудь возможно покрупнее так давайте вернемся к нашей земле так наша земля так и я не знаю давайте посмотрим добавим так венера венера в принципе в принципе насколько мы знаем венера это наш зловещий близнец нашей земли хоть он так подожди ка венера вот наша венера сейчас мы остановим время так и будем производить запуск так примерно вот так наверное да да вот так рядышком и стал к нём ну давайте вот может быть так уран у нас очень велик девятая планета давайте плутон плутон в принципе почему бы нет плутон и венера столкновения рядом на землей так замедлим немного время так два объекта направляются друг другу мне непонятно по моему да давайте немножко ускорим время а хотя подожди ка стой так еще немножко ускоряем мне кажется венера вообще проходит просто мимо а плутон у нас сейчас коснется короче он сейчас врежется просто в землю хотя возможно он пройдет мимо ну ка стой земле повезет или нет да земле повезло ты посмотри хотя такой огромный объект как плутон он должен был упасть на землю блин так хорошо ладно давай попробуем еще раз так запускаем наш плутон и запускаем так подожди где наша венера вот она наша венера наверное приблизительно как то так наверное смотри две венеры против одного плутона по моему плутон сейчас просто тупо упадет на землю до фокус как говорится не удался врезка у нас возросла температура на земле и у нас еще и венера упала плюс на землю у нас столкновение блин трех планет солнечной системы обалдеть масса конечно же сразу же в разы выросла на блин на несколько десятков на несколько сот я бы даже сказал да хотя нет в десятки раз масса земли выросла так ладно понятно хорошо так солнечная система давай попробуем давай два газового гиганта два газового гиганта вот это я думаю будет колоссально смотреться столкнем рядом с нашей землей так остановим время мне надо самое главное под рассчитать под рассчитать мне так добавить запуск давайте столкнем два юпитера почему бы нет почему бы нет так столкновение двух газового гигантов рядом с землей вот так приблизительно ой нет 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 стой 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 нет давай ка один мы сейчас удалим так удалим этот объект и юпитер так запуск давай примерно вот сюда что блин да почему они а если вот так я сделаю а второй юпитер я запущу вот отсюда нет чуть ближе наверно чуть ближе сейчас я по объектам я удалю так давайте вот этот мы юпитер удалим вот этот мы тоже удаляем он нам не нужен конечно этого все бы намного ближе сделать а рядом с землей но в принципе в принципе у нас один юпитер рядом земли стой блин он уже поглотил он уже просто поглотил так вот отсюда будет замечательный такой момент так сказать да во нет да боже а если отсюда так подожди стой а если отсюда вот так наверное будет хорошее столкновение так удаляем удаляем этот юпитер это тоже удаляем ну и наверное можно принципе приступать к своему эксперименту поехали так время давайте немножко ускорим немножко бы конечно бы сделать это вблизи нашей земли о земли я думаю столкновение двух газовых гигантов прикинь это было бы это просто жесть как это смотрелось бы давайте посмотрим на это чудо на это блин на этот масштаб всей катастрофы ой 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 мне кажется сейчас два газовых гиганта должны слиться в один и блин образовать новую звезду хотя я могу я могу ошибаться ну-ка стой действие что у нас по климату 15 градусов но это так масса у нас кстати да один юпитер растет температура температура выросла кстати на одном юпитере ты посмотри да ну ничего особенного не произошло ну и кто же из юпитеров победит ну-ка стой да по-моему они слились в один юпитер температура так обзор подожди состав по массе по массе ух ты нифига себе ты посмотри какой стал огромный юпитер просто масса его просто радиус шестьдесят девять тысяч километров обалдеть масса двести девяносто две земельные блин ну я думал и рассчитывал на то что будет какая-нибудь катастрофа я не знаю блин возможно землю просто притянет к одному из юпитеров и поглотит вот либо два юпитера просто вместе столкнуться образует новую звезду разогреются но этого не произошло мой эксперимент провален ну что ж ладно друзья наверное я буду на этом заканчивать свою серию обязательно кому понравилось ставьте пальчик вверх подпишитесь на канал нажмите колокольчик чтобы не пропускать новых серий до новых встреч пока пока друзья наши эксперименты только начинаются пока пока